Это сирена. Хромкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Нарушение слуха и другие повреждения. Госпитализирован в отделении реанимации. Как себя чувствуют сотрудники после ЧП на производстве? Пожар с автобусом и ДТП с маршруткой. Слышал пожар, но вышел с магазина. Смотрю, дымится автобус. Оперативная обстановка на дорогах. Отделались испугом и обгоревшей мебелью. Жильцы успели выбраться. Как сигнал ОПИ спас жильцов на Лыньково. Расскажем. Мы начинаем. Утро среды на дороге по улице Урицкого собрало не только сотрудников ГАИ МЧС, но и очевидцев. На этот раз горел автобус. По словам свидетелей, автомобиль неоплан. Во время возгорания был припаркован вдоль дороги. И дым из моторного отсека водитель заметил, когда вышел из автобуса. В этот момент салон машины был пуст. После звонка на номер 112 прибыли спасатели. Слышал пожар, но вышел с магазина. Это самое, смотрю, дымится автобус. Я вышел, когда уже просто то ли пар, то ли дым. По предварительной причине пожар произошел в системе отопления ВИБАСТА. Сам же автобус на номерах второго региона. Известно, в Бобруск водитель неоплана привез витебскую хоккейную команду детско-юношеской спортивной школы. Сгоревшие обои, испорченная мебель, но несколько спасенных жизней. Сигнал АПИ разбудил жителей и оповестил соседей о пожаре. Обгоревшие стены и закопченная мебель. А сегодня семья погорельцев подсчитывает материальный ущерб от пожара. Накануне в обеденное время огонь вспыхнул в одной из пяти этажек Нолынькова. В 13.22 на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре. Звонил сосед. Хозяин квартиры 71-летний, пенсионер, инвалид по зрению. К счастью, мужчина не пострадал. Выбраться смог благодаря своим родственникам, которые проживают вместе с ним. По прибытию в спасатель наблюдалось уже горение в одной из комнат квартиры. Создалось плотное задымление. Однако жильцы успели выбраться из квартиры, сразу обнаружив возгорание у себя дома. Не последнюю роль в этой истории со счастливым концом сыграл и пожарный извещатель. Сигнал устройства вовремя разбудил жильцов и оповестил соседей. Предварительная причина происшествия – непотушенная сигарета. ЧП на производстве. Пятничным утром в Бобруйскую центральную больницу доставили двух мужчин – сотрудников одного из городских предприятий. Возле них взорвался накопитель с жидкостью под давлением внутри. Подробности далее. Утром 13 декабря в приемный покой Бобруйской центральной больницы с внешними и внутренними повреждениями поступили двое мужчин 36 и 25 лет. Работники одного из промышленных предприятий города. Молодой человек с легкими травмами в госпитализации не нуждался. Однако его старшему коллеге повезло меньше. Второй пациент с диагнозом сочетанного травма, баротравма госпитализирован в отделении реанимации, где в течение суток проводилась анонсервная терапия и до обследования. Известно, что при выполнении работ на предприятии произошел разрыв ресивера. По предварительным данным, в результате неправильных действий работников или по причине некачественного оборудования. Следователями с привлечением специалистов Департамента государственной инспекции труда проведен осмотр места происшествия. Опрошены работники предприятия, взяты необходимой документации. Для установления точной причины данного происшествия по бруське межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Сейчас 35-летний пострадавший находится на лечении в хирургическом отделении БЦБ. Однако вскоре его переведут в лор-отделение больницы скорой помощи. Взрыв повлек нарушение слуха. Как будет квалифицирован этот случай, предстоит выяснить следствию. В ДТП накануне попала маршрутка. 17 декабря около 6 вечера на интернациональной маршрутка столкнулась с иномаркой. В обеих машинах были пассажиры. По счастливой случайности никто не пострадал. Примерно в то же время на перекрестке Ульяновской и 50 лет в аварию попали две легковушки. А уже сегодня утром столкнулись две машины на 50 лет в ЛКСМ. Авто сильно пострадали. Это была Сирена, но больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Кристина Рианц. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова